Добрая половина людей выглядит совсем как недобрая. Но смеем вас заверить, что это не имеет абсолютно никакого отношения к тем, кто только что включил канал Дон-24, где прямо сейчас начинается ваша любимая позитивная программа «Утро». Доброе утро, Алексей, доброе утро, друзья. Как-то захотелось сегодня с утра перелеснуть календарь. Вы помните, всегда у бабушки или у мамы на стене висел отрывной календарь? А это тот, где восход солнца, заход солнца. Да, да, и там всегда было очень много всего интересного. Вот я открыла 17 сентября и отсюда читаю. Во-первых, понедельник, с чем я вас и поздравляю. Не забудьте сегодня поздравить именинников Александра, Николая, Петра, Федора и Юлиана. Поэтому наше поздравление сегодняшним именинникам. И оказывается, сегодня день секретаря. Это праздник неофициальный в нашей стране, празднуется совсем недавно. Но каждый руководитель ценит комфорт, порядок рабочего места, порядок документации. А иногда и столь необходимую чашечку кофе, которую приносит секретарь. Так и хочется вспомнить. Верочка, вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности. Да, и это правильно. Друзья, мы от всей души поздравляем всех секретарей, помощников, директоров. Называйте их как угодно, но ведь без них наши руководители просто пропали бы. Не получили бы письма, электронную почту, не попили бы кофе. И просто рабочий день пошел бы на смарку. Поэтому наше поздравление всем секретарям и пожелание терпения, хорошего настроения и всегда положительных эмоций. Ну и как обычно, что делали все время, Алексей, наши операторы и корреспонденты? Они собирали все, что самое интересное произошло в нашем городе и вообще в нашем регионе за эти выходные, за все ближайшее время. Они не спали, не ели, они готовили для вас выпуск новостей. Утро на канале Дон-24 продолжается. И мы очень счастливы, дорогие друзья, не знаю, как вы. Мы по-настоящему счастливы сегодня видеть вас, встретиться с вами после этих выходных. Вообще, правильно говорят, что счастье должно быть настоящим, как цветы без повода, как дом уютным, а любовь взаимная. А погода, какая разница, какая погода. Вообще, говорят, что хорошей погоды достаточно для хорошего настроения, а в плохую погоду можно, например, испечь яблочный пирог и будет вам счастье. Ну а что предвещают нам небесные силы на сегодня, узнаем прямо сейчас у нашей Ирины Касариной. Ирина, доброе утро! Доброе утро! Если вы только что проснулись и еще не поняли, что выходные закончились, то осмелюсь сказать, что сегодня понедельник, 17 сентября. И я уже готова рассказать, какой же будет погода в этот день. Итак, в Вюшинской днем будет достаточно свежо, около 20, а ночью температура воздуха будет примерно 5 градусов. Достаточно холодно. И здесь еще возможен небольшой дождь. В Морозовский днем также 20, ночью 7. В Миллерово 21 днем, минимальная температура ночью плюс 5. Жителям Белой Калитвы можно взять зонтики с собой, здесь ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до 22 градусов. В Волгодонск у вас достаточно тепло, плюс 26 и без осадков. В Зернограде столбик термометра сегодня тоже поднимется до отметки 26 градусов выше 0, ночью плюс 14. В Сальске 24 днем, 15 ночью и без существенных осадков. В Таганроге плюс 21 и зонтики лучше взять с собой, здесь возможен небольшой дождь. В Ростове-на-Дону плюс 22, к ночи понижение до 16. Ветер переменных направлений с порывами до 20 метров в секунду, а это значит, что будет достаточно ветрено. Будьте осторожны. К ночи возможен небольшой дождь. Я желаю всем легкой, но продуктивной рабочей недели, хорошего настроения и передаю слово моим коллегам. Спасибо большое, Ирина Касарина. Мы надеемся, что погода всегда будет хорошей, потому что это зависит только от нас с вами, от состояния души. И поэтому вот такое счастье и состояние души надо продлевать. Я могу вам в этом помочь. Потому что вышел в прокат российский фильм «Счастье-здоровье». И вы, друзья, можете получить билеты на этот фильм на 20 сентября. Что нужно сделать? Все очень просто. Заходите на наш сайт don24.ru и участвуйте в розыгрыше, отвечая на вопросы. Это надо сделать до 19 сентября включительно. Есть еще второй вариант. 17 сентября вы слушаете радио «ФМ на Дону», а именно программу «Ранняя пташка», то есть «Утром». В прямом эфире участвуйте в розыгрыше билетов и получаете их. Поэтому, друзья, желаем вам удачи. Выигрывайте свои билеты и сходите, посмотрите новый российский фильм. Это великолепная комедия. Ну, а пока звезды думали, что же день сегодняшний нам должен принести, Алексей с ними совещался и готов уже нам рассказать, что же получилось интересного. Гороскоп от Алексея. Итак, вот что нагадали нам звезды на сегодня. Для овнов понедельник будет наполнен любовью. Посвятите его тем, кто вам по-настоящему дорог. Тельцы, проведите этот день дома. Соберите всех близких за семейным ужином. Это будет прекрасное время. Близнецы будут в привычной среде, словно рыба в воде. Общайтесь, обменивайтесь информацией. Одним словом, не напрягайтесь. У раков хороший день для шоппинга. Покупки, сделанные сегодня, принесут радость и пользу. Львы будут сегодня в центре вселенной. Сияйте ярче, заряжайте людей своим внутренним светом, они вам за это будут благодарны. Девам необходимо внимательно следить за тем, что сегодня происходит. Возможно, вы сможете увидеть знаки, которые вам посылает вселенная. У весов день хорош для публичных выступлений. Вы сегодня активны, деятельны и уверены в себе. Для скорпионов вопросы самореализации и карьерного роста выйдут на первый план. Это хороший день, чтобы проявить себя. Намеченные поездки стрельцов будут удачными. Возможно, появятся новые знакомства, которые принесут вам пользу. Козерогам сегодня лучше поберечь себя и свои силы. Не следует быть слишком активными, а также начинать новые дела. У водолеев возможны некоторые перемены. Хорошие они будут или плохие, зависят только от вас. Ну и, наконец, рыбам сегодня совершенно не хочется работать, но все же придется. Сделайте небольшой рывок и вперед, а там и долгожданные выходные. Спасибо, Алексей, за такой исчерпывающий гороскоп. Обожаю общаться со звездами. Я понимаю, что это твое, да? Да, это абсолютно. Разговаривать со звездами. Это абсолютно. Но, возможно, у кого-нибудь в гороскопе было написано, повесьте себе на ворота или на дом, или на двери какую-нибудь интересную табличку. Потому что именно в соцсетях появилась табличка, которую все очень обсуждают. Фото, точнее, с этой табличкой появилось. Осторожно, злая собака, злой хозяин, злая хозяйка, злые дети, злые все. Автор поста выложил эту табличку с надписью «Табличка на Халтуринском». Пользователи оценили юмор хозяев, где такую взять нужной мне, а на срочно подскажите, где купить. Ну, а вот кто-то написал, что, в принципе, такие заявления или такие таблички в Ростове совершенно не редкость. В любом случае, когда вы видите такую табличку, мне кажется, надо четко знать, что если там все злые, то придется убегать. А для этого вы должны быть в хорошей физической форме. Друзья мои, выходим на зарядку. Функциональные упражнения позволяют одновременно задействовать все мышцы вашего тела, а также сжечь большое количество калорий. Каждое упражнение выполняйте в течение 30 секунд в своем максимальном темпе и 20 секунд оставляйте на отдых. «Берпи» с выпрыгиванием вверх. Прыжком примите положение планки. Поясница не прогибается. Пресс напряжен. Ладони под плечами. Стопы на ширине таза. Выпрыгните из планки, одновременно высоко поднимая колени. Прыжки в планке. Исходное положение – планка. Выпрыгивайте, одновременно подтягивая стопу как можно ближе к ладоням. Затем вернитесь в исходное положение прямой планки и выполните прыжок на другую сторону. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... Прыжки на одной ноге в сторону и вверх. Исходное положение — полуприсед на одной ноге. Вторая нога рядом на носке. Сделайте прыжок в сторону и затем сразу вверх. Приземляйтесь на полусогнутую ногу. Вторая нога всегда на весу, спина ровная. Приземлившись, сразу выпрыгните на другую ногу в сторону и вверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это был первый круг тренировки. Отдохните одну минуту и повторите весь комплекс еще три раза. Будьте в форме! Ну вот мы размялись. Конечно, были очень сложные физические упражнения. Вообще, хочу сказать, что всякий раз после любой зарядки, любой физической активности, первое, что наступает, это даже вот лично у меня, это даже не чувство усталости, а чувство голода. А по тебе, Алексей, не скажешь. Да, по мне не скажешь, но это вот так получилось. Но дело в том, что прямо сейчас у нас будет наша традиционная рубрика «Завтрак». И вот там сегодня нас порадуют очень вкусными детскими десертами. Детские летние рецепты. Фруктовый лед. Для его приготовления вам понадобится 1 персик, 2 киви, 120 граммов клубники, 80 граммов свежей черники, 80 граммов свежей малины, 350-500 миллилитров светлого виноградного сока. Порежьте ломтиками персик, киви и клубнику. Перемешайте ягоды и фрукты. Распределите по формам для эскимо. Залейте соком. Оставьте в морозилке на 6-8 часов. Десерт готов. Клубника в йогурте. Для этого десерта подготовьте 150 граммов свежей клубники и 300 миллилитров густого греческого йогурта. Клубнику окуните в йогурт. И уберите в морозильную камеру. Сверху можно посыпать тертым шоколадом. Замороженные бананы. Подготовьте 1 банан, 100 граммов измельченного черного шоколада и 60 граммов сливочного масла. Растопите шоколад с маслом. Окуните ломтики банана. Уберите в морозильную камеру. Десерт готов. Приятного аппетита! Еще раз доброе утро всем, кто только что присоединился к нам. Это в эфире ваша любимая утренняя программа на канале Дон-24. Но хочется сказать, что аккорды выходных дней так и не отпускают, поскольку, если вы все еще хорошо помните, мы отмечали день рождения нашего любимого города. 269 лет ему исполнилось. И в рамках празднования Дня города свой день рождения, вернее, свой 205-й день рождения отметил наш всеми любимый парк имени Максима Горького. В субботу и воскресенье на территории парка работали выставки и ярмарки. Было очень много мастер-классов от ведущих кулинарных компаний города. Для маленьких жителей нашего города работали аниматоры. Очень много было викторин и розыгрышей. По главной аллее парка Горького работала фотовыставка под названием «Парку 205 лет». На эстраде около памятника Ленину прошел семейный фестиваль года под названием «Тот самый фест». Горожане, которые ранее прошли отборочные туры, смогли продемонстрировать ростовчанам свои способности. Ну а на всем известной эстраде «Ракушка» прошел праздничный концерт «Ростов Многонациональный». На аллеях парка работали тематические площадки национально-культурных объединений Ростова. Ну а также на эстраде «Ракушка» прошел торжественный концерт поздравления с днем рождения любимый город, с днем рождения любимый парк. На сцене выступали лучшие коллективы города. Ну а вечером выступил ансамбль джазовой музыки. Ну, в общем, день города, день парка отметили с возможностью. Было весело. Но согласись, Алексей, что все-таки парк Горького – это ассоциация с детством. И чаще всего там бывают дети. Абсолютно верно. Если вы не можете туда добраться или просто не успеваете, то все равно проведите их вечером хоть пару часов с детьми. И можно с ними очень интересно поиграть. Например, можно научить их фокусам. Каждый ребенок верит в магию и волшебство. Поэтому будьте уверены, что совместные эксперименты обязательно будут сопровождаться восторгом маленьких фокусников. Первый фокус называется «Шпионские чернила». Для его проведения нам понадобятся кусочки бумаги, кисточка, лимонная кислота, йод, вода и две емкости. Все нарисованное раствором лимонной кислоты проявляется в растворе йода с водой. Удивительное открытие для ребенка. Самое время поиграть в тайных шпионов и писать секретные шифровки. Второй фокус – цветы на воде. Вырежьте из бумаги цветки. Отлично подойдет специальная фильтрованная бумага, но можно использовать и обычную. Загните каждый лепесток, а потом аккуратно расставьте цветки на поверхность воды и наблюдайте, как они начинают распускаться. Настоящее волшебство. Третий фокус – как достать монетку из воды, не намочив рук. Для проведения эксперимента нам понадобится банка, монета, кусок бумаги, спички и тарелка с водой. Залейте монетку. На дно банки бросьте зажженный клочок бумаги и сразу переверните ее на тарелку горлышком вниз. Огонь потухнет, нагретый воздух выйдет из банки и благодаря разности атмосферного давления внутри вода втянется внутрь банки. И последний фокус – вращающиеся вилки. Нам понадобится бутылка с крышкой, деревянная пробка, иголка и две вилки. Воткните вилки в пробку и прикрепите эту конструкцию к крышке бутылки с помощью иглы. Теперь можно вращать вилки, которые начнут парить в воздухе, демонстрируя чудеса равновесия. А вот я сейчас смотрел «Фокусы для детей» и понял, что как раз-таки для детей они предназначены. Ну, кого легче всего обвести вокруг пальца? Я бы не сказала «обмануть», но как-то немножко… Создать чудо. У взрослых людей все равно чудо уже не так… Чувство к чуду притупилось, а у детей нет. Но если у взрослых чувство к чуду немножечко притупилось, то чувство к креативу никогда не притупится. Об этом нам говорит одно событие, вернее, ситуация, произошедшая в городе. Ростовчанин сделал предложение руки и сердца своей девушке, на мой взгляд, самым оригинальным способом. Кто-то это делает где-то в красивом месте, в красивом городе. А он решил просто сделать предложение руки и сердца на билборде. Оригинальное предложение о замужестве сделал ростовчанин своей возлюбленной. Фото и текст он разместил на рекламном щите, размещенном на перекрестке улиц Щербакова, Курчатова и Российской. И об этом рассказали очевидцы в социальной сети. Ну и, конечно же, к такому оригинальному подходу нашлось очень много комментариев. Ну, например, в Ростове еще остались романтики. Это уже написал сам автор этого билборда. Ну а, собственно, комментарии очевидцев. Еще бы в газете публикацию заказал. Написали жениху в гараже. А почему бы и нет? Ну, а почему бы и нет. Я даже знаю такую газету, молод. Увы, сейчас все на публику ответили комментаторы. Ну, это уж прям какой-то совсем негативный комментарий. Далее вообще, на мой взгляд, пустая трата денег. Ну, почему пустая трата денег? Фу, какие вы негативные. Каждый по-своему выражает свои желания. Он захотел это сделать таким образом. Молодец, красавчик. Многие из вас даже палец о палец не ударят, чтобы подумать, как сделать красивое предложение руки и сердца. Мужчина, молодец, сделал приятно ей. Сейчас многие на это способны. Нет, поддержали влюбленного. Кто? Правильно, девушки. Вряд ли согласится. Она с каким-то типом на фото. Это просто шутки, конечно. Ну и после того, как молодой человек делает предложение, девушка соглашается, потом свадьба, и у них, конечно же, рождаются дети, которые сейчас включили телевизор на канал Дон-24 и уже смотрят очередную серию смешариков. Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Наша программа набирает обороты. Ну, знаете, вообще хочется сказать, что я не перестаю удивляться жителями нашего горячо любимого города, поскольку они умеют поднимать друг другу настроение. Вот как, собственно, сделал на днях один веселый мужчина с пенным напитком в руках. До коликов рассмешил ростовчан на видео. В социальных сетях героем дня стал веселый мужчина с бутылкой пива. Значит, несмотря на полные руки, мужчина умудрился выполнить несколько спортивных упражнений. Хочу поясню, он проходил мимо проводившихся спортивной разминки или спортивных занятий. И, собственно, под музыку, несмотря на полные руки... Решил просто присоединиться к тому, что происходит. Но самое главное, при этом он не уронил на землю свой ценный груз. Выложенный в сеть короткометражный ролик имел ошеломительный успех. Ну, собственно, почему мужчина и стал героем дня. На кадрах видно, что он в приподнятом настроении шел с полными руками по улице. На своем пути он встретил спортсменок, которые занимались аэробикой. Вот, аэробикой на свежем воздухе. И решил присоединиться к девушкам. И показал свою физическую форму. Выполнив несколько прыжков, ростовчанин пошел дальше. И, конечно же, куда ж без комментариев со стороны горожан. Забавный чел, он мне нравится. Красава. У меня такое ощущение, что он барышника вас заткнул за пояс. Ой, не то слово. Красава. Исполнил как надо и пивка не забыл попить. Танцует лучше фитоняшек. Этот мужик сделал мой день. Прокомментировали? Ну, то есть, вот все равно всем было весело и добавилось позитива. За что огромное спасибо. Между прочим, о пиве. Вот хочу сказать, что очень хорошо добавлять этот напиток в воду, когда принимаете ванну. Стоп, стоп, стоп. Губит людей не пиво, губит людей вода. Да, да. Давайте не будем. Вот, Алексей, в моей молодости смачивали волосы пивом и накручивали на бигуди для того, чтобы локон хорошо держался и был упругим. И до вечера не раскручивался. А еще очень хорошо в теплом пиве делать ванночки для рук. Тем более, что наступает осень, и пора уже о своих руках позаботиться. Ведь скоро наступит холод, надо будет ручки как-нибудь смазывать им кремами, делать им ванночки, обязательно одевать перчатки. Но это все будет позже. А сейчас, друзья, сейчас надо просто позаботиться о своих руках. Ведь они и так устали за лето. Работали, стирали. В огороде... Пололи. Пололи, да. Копали картошку, все что угодно. Да, в соленом море купались. Поэтому, друзья мои, парафинотерапия для рук очень важна. Парафинотерапия – натуральная и результативная процедура, помогающая не только устранить внешние дефекты и недостатки, но и оказывающая лечебное воздействие. В сегодняшнем видео мы расскажем вам, как провести парафинотерапию в домашних условиях. Подробно от А до Я. Косметический парафин отличается мощной предварительной очисткой от вредных примесей и красителей. Он относится к средствам премиум класса и направлен на устранение признаков увядания и старения кожи, ее глубокое питание, увлажнение и оздоровление. Самым полезным свойством парафина является его большая теплоемкость и способность выводить из кожи токсины. Купить парафин можно в любой аптеке за приемлемую цену, а вот стоимость парафинотерапии в салонах весьма внушительная. Саму парафинотерапию следует разделить на несколько этапов. Этап 1. Приготовление парафиновой ванночки. Для того, чтобы сделать маску-пленку из парафина, его надо растопить. Это можно очень просто сделать на водяной бане. Для одной процедуры вам потребуется кусок косметического парафина весом примерно 150-200 грамм и глубокая емкость, в которую без труда сможет поместиться ваша рука. Косметический парафин начинает плавиться при температуре 52-54 градуса. Для того, чтобы кусок нужного нам размера полностью расплавился, понадобится примерно 10-15 минут. Используйте это время и переходите ко второму этапу пилингу рук. Перед парафинотерапией очень важно тщательно очистить и отшелушить кожу рук. Мы предлагаем вам рецепт мягкого питательного скраба. Смешайте в равных пропорциях сухое молоко, соду, морскую соль и овсяные хлопья. В сухом виде эта смесь может храниться несколько месяцев. Перед процедурой пилинга насыпьте на ладонь сухие компоненты и добавьте оливковое масло или масло жажаба. Совмещайте пилинг с массажем. Хорошо разотрите каждый палец. Перед парафинотерапией нужно удалить все омертвевшие клетки и хорошо разогреть кожу. Перед тем, как перейти к третьему этапу, не забудьте проверить, что происходит на водяной бане. Если парафин уже расплавился, отставьте емкость в сторону для остывания и переходите к третьему этапу – питанию кожи. Следует уделить особое внимание тому, чем вы пропитаете руки перед нанесением маски, ведь именно эти компоненты будут впитываться и проникать глубоко в вашу кожу под воздействием тепла парафина. Мы советуем приготовить питательный витаминный комплекс на основе пчелиного воска и натуральных масел. Смешайте масло облепихи и календулы с витаминами А и Е. Растопите столовую ложку воска и влейте в масла. Важно, чтобы емкость, в которой вы будете все это смешивать, была теплой. Для этого обдайте ее кипятком и проводите все манипуляции быстро. Активно вотрите смесь в руки, разогрейте их, а потом поднимите вверх, чтобы кровь лучше циркулировала. Теперь вы готовы перейти к финальному четвертому этапу – парафиновой маске. Проверьте температуру парафина. Он должен быть теплым, но при этом комфортным. Будьте очень аккуратны и берегитесь ожогов. Поочередно окуните руки в парафин, каждую примерно 3-4 раза. Затем наденьте полиэтиленовые перчатки. Можно воспользоваться обычными пакетами. И закрепите эффект с помощью дополнительного утепления. Мы взяли вязаные варежки. Устроитесь поудобнее. Для хорошего результата продолжительность воздействия парафина должна быть не меньше 25 минут. В идеале 40. Включите себе какой-нибудь фильм или музыку и наслаждайтесь. Вы будете чувствовать очень приятное тепло на руках. Когда парафин полностью остынет, его можно снимать. Сделать это очень просто. Эффект от процедуры вы увидите и почувствуете сразу. Мы советуем проводить парафинотерапию один раз в месяц-два. Ну вот мы, собственно, позаботились о своих руках. Теперь надо позаботиться еще и о своей работе. Не знаю, почему мне вот так захотелось. Дело в том, что в Донской столице 20 сентября уже на этой неделе, это будет четверг, пройдет ставший традиционным областной день профессии. Что это такое, Алексей? Это ежегодное мероприятие ростовчан, как я уже сказал, ставшей традицией. В этом году состоится в Дон-Экспоцентре в Ростове-на-Дону 20 сентября. В мероприятии, которое пройдет уже в четвертый раз, примут участие около 30 образовательных организаций. Учащиеся старших классов получат актуальные сведения о востребованных на рынке труда специальностях от 70 работодателей. Также в программе мероприятий будут бесплатные мастер-классы, практикумы и тренинги для всех желающих. Вход, разумеется, свободный. Поэтому, если вы стоите перед выбором, на какую же специальность поступить сейчас, чтобы в будущем при трудоустройстве не столкнуться с общеизвестной проблемой лишнего специалиста и при этом получать достойную заработную плату, приходите 20 сентября, старт в 11 утра в Дон-Экспоцентре. Но вот меня, я когда прочитал эту новость, меня больше всего заинтересовал один вопрос. А вообще, какие у нас профессии сейчас на Дону самые востребованные? Самые востребованные? Самые востребованные. Ну вот я читал, в начале года было исследование, проводил какой-то портал. Там было на первом месте, на одном из первых мест стояли электромонтеры, что самое удивительное, продавцы-консультанты. И вот дальше не помню. Я думаю, что-нибудь связано с какими-нибудь сейчас новыми технологиями. Сейчас очень востребованы люди, которые с компьютером на «ты». Мне так кажется. Кстати, да. И вот именно на эту профессию сейчас, на специалистов именно этой профессии сейчас на Дону особенно повышенный спрос. Причем он увеличился на 36%. Об этом сообщает портал Headhunter. И он также говорит, что средняя зарплата в Ростовской области для IT-специалистов сегодня варьируется от 30 до 58 тысяч рублей. Ну, естественно, окончательная зарплата при этом зависит от уровня позиции и языка программирования, которым владеет специалист. Портрет соискателя IT-сферы в Ростовской области выглядит следующим образом. 81% соискателей – это мужчины, больше половины в возрасте от 26 до 35 лет. И большинство имеют высшее образование – 81% и базовые знания английского языка – 83%. В любом случае, у каждой профессии, в каждой профессии есть свои секреты. А у нас есть такая рубрика «Секреты мастеров». И сегодня в ней мы поговорим о зрении, как на детское зрение влияют новомодные гаджеты и вообще изменилось ли зрение у детей за последние годы. Сколько можно сидеть в своем телефоне, глаза испортишь? Как часто мы говорим это своим детям, увлеченным гаджетами? И действительно, сколько можно сидеть в телефоне, планшете или за компьютером без риска для здоровья? Все подробности мы решили выяснить у офтальмолога. Как бы ни спорили родители и дети, специалисты убеждены – длительная работа с гаджетами приводит к усталости глаз, а это чревато ухудшением зрения. Ребенку без вреда для здоровья глаз у экранов гаджетов можно проводить полтора часа в день. Причем это время должно чередоваться с отдыхом и нагрузкой. То есть я рекомендую через каждые 20 минут зрительной работы делать небольшой 2-3-минутный перерыв. В это время можно пройтись по комнате, посмотреть в окно. Это уже будет перерыв для глаз, и будет все хорошо. Вовремя заметить проблемы со зрением у малыша поможет офтальмолог, которого надо посещать ежегодно, даже если нет никаких жалоб. Впрочем, родители могут и сами обратить внимание на определенные особенности поведения, которые должны заставить насторожиться. Ближе подвигается к экрану телевизора или компьютера, низко наклоняется при чтении, часто таёт глаза, щуется, если нужно что-то рассмотреть. Закрывает один глаз при чтении или при просмотре мультфильма или фильма. Жалуется на яркий свет, часто слезятся глазки. Жалуется на головные боли. Если врач подтвердит опасения родителей, зрение ребёнка нужно будет корректировать. Для этого подойдут не только очки, но и контактные линзы. Но решать этот вопрос обязательно надо вместе с офтальмологом. Понедельник — отличный день для того, чтобы пересмотреть своё отношение ко многим вещам, особенно к финансам. И сегодня утром мы поговорим как раз-таки именно на эту тему вместе с гостем, который заглянул к нам в студию. Это инвестиционный консультант компании «Финам» Александр Зубец. Александр, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Александр, ну расскажите, куда сейчас вкладывать, инвестировать? Алексей, у тебя есть деньги? У меня… Да, полный карман. Особенно с учётом того, что ставки по депозитам падают. Ну, отметим, что, во-первых, ставки по депозитам действительно снижались, но в пятницу было принято знаковое решение нашим Центробанком. Ставка была увеличена до 25 базисных пунктов, и всё-таки тренд на снижение ставок подошёл к концу, и, возможно, мы на пути нового цикла повышения ставок. Но, тем не менее, ставки остаются рекордно низкими. По исследованиям Центрального банка, средняя максимальная ставка этим летом составляла 6,3%. И это, безусловно, не отвечает потребностям клиентов банка. А ещё раз, до какого уровня была изменена? 6,6? Нет, средняя ставка по депозитам в 10 крупнейших банках летом составляла 6,3%. Ключевая ставка Центрального банка в пятницу была повышена до 7,5%. Следовательно, это вызовет и незначительное повышение депозитной ставки. Но, тем не менее, люди выбирают более доходные инструменты. Исторически сложилось так, что популярным инвестиционным инструментом являются вложения в недвижимость. Но и на рынке недвижимости также сейчас наблюдается стагнация, и цены, и доходность снижается. Поэтому сейчас люди активно инвестируют на фондовый рынок. Так это всё так, как приговор прозвучало, как-то всё так серьёзно. Я только не поняла, всё-таки как сохранить и приумножить те 100 рублей, которые есть у Алексея в кармане? Для того, чтобы сохранить и приумножить, мы предлагаем Алексею в первую очередь прийти в нашу компанию. У нас есть профессиональные преподаватели, которые всего лишь за 10 занятий научат Алексея инвестиционным, пользоваться инвестиционными инструментами и повысят финансовую грамотность Алексея. И Алексей сможет проинвестировать свои 100 рублей и получить хорошую доходность. Вот. А если учесть, что у Алексея уже есть высшее образование, ему этого достаточно или нет? Или надо всё-таки прийти и учиться? Нет, ну, высшее образование, конечно же, является знаком качества определённым, но нужно получить дополнительные навыки. Ведь человек с высшим образованием не допускается сразу за руль автомобиля или за штурвал самолёта. Инвестирование не менее... А куда он допускается? Он допускается на рынок труда для того, чтобы найти себе работу. Для того, чтобы инвестировать, инвестировать прибыльно, инвестировать успешно, необходимо получить определённые навыки, знания. И наша компания этим занимается с 2001 года. В 2001 году был создан учебный центр «Финам». И нами уже подготовлено более 200 тысяч успешных инвесторов. А кто эти люди? Это такие, как Алексей, обычные люди? Или всё-таки это... как их... их послало предприятие какое-то обучиться? Кто эти люди? Они по своей воле хотят научиться как-то инвестировать? В основном это энтузиасты с активной жизненной позицией. Ну, то есть вот те, кто считает «да», надо во всём этом разобраться. Прежде всего «да» нужно заработать. Это наше... Ну, понятно. Ключевой мотив, который, скажем так, тянет человека к обучению финансовой грамотности. У него что-то не так происходит с финансами, соответственно. У него финансы поют романсы. Ну, вы что бы они не пели? Нет, или наоборот. У нашего клиента в основном уже есть финансы. И для того, чтобы они не спели романсы, он обращается к нам в компанию. Как вы считаете, что дальше будет происходить с фондовым рынком в стране? И вообще будет ли его освоение продолжаться и в нашей стране, и вообще конкретно в ростовской области? Ну, я вам скажу так. Фондовый рынок обречен на успех. В мировом масштабе на фондовом рынке вращаются триллионы долларов. Если мы возьмем западные страны, то в США инвестируют около 70%. Тут бы раз увидеть, как миллион долларов выглядит. Приходите к нам в компанию, и вы обязательно... На первом занятии там сначала показывают, как выглядит миллион долларов. А после десятого занятия мы... А потом мы понимаем, когда увидишь миллион долларов, ты понимаешь, что надо обучиться, чтобы его получить? Ну, конечно. Если посмотреть, там, простой пример, посмотреть на жизнь в западных странах, мы наверняка видим, что в зрелом возрасте рядовой американец имеет и машину, и дом. И то, что всё это у него взято в кредит, — это миф. На самом деле граждане западных стран инвестируют с студенчества, с юношества, и к 40-45 годам они уже обладают достаточным капиталом. А объясняется ли вот этот феномен, то, что... Ну, не феномен, а, я не знаю, как назвать, традиция того, что в западных странах с самого студенчества люди начинают как-то что-то делать со своими финансами, объясняется ли это на занятиях, прививается ли это культура. Конечно. Потому что, ну, уж понимаете, да, что сейчас сказать то же самое, хотя бы даже, ну, про жителей нашей области, вообще, ну, из этой страны... Мы не можем, да? Тому тяжело это сказать. Исторически так сложилось, что западному фондовому рынку уже несколько веков. Наши фондовый... Ой, видимо, мы их никогда не догоним, да? Да, наш фондовый рынок таким, которым он является сейчас, начинался в 90-х годах, и за 20 лет мы совершили серьезный прогресс, у нас появилось достаточное количество финансовых инструментов. Это как долговые инструменты в виде облигаций, так и акции ведущих российских компаний, которые мало того, что показывают хорошую динамику в плане роста, также платят своим акционерам хорошие дивиденды. Я прочитаю вопрос, который у меня написан. Хорошо? Иначе выговорить я это просто не могу. Тут сказано, что вы упомянули, что к ИИС наблюдается повышенный спрос. Что это такое? ИИС? Объясните мне и нашим зрителям. Это индивидуальное инвестиционное страхование? Нет, это не страхование, это индивидуальный инвестиционный счет. Я почти угадал. Практически новая программа была запущена правительством в 2015 году. Согласно этой программе клиент имеет право на получение налогового вычета нескольких типов. И, безусловно, наши клиенты любят налоговые вычеты, это экономия, это доход, и активно пользуются. Плюс полностью введение индивидуального инвестиционного счета регламентируется законодательством. Это закон о рынке ценных бумаг. Ну, я поняла, но до конца еще нет. Я думаю, мне надо время, чтобы переварить все это. Правильно? А среди какой вообще аудитории популярна услуга управления финансами? Я даже конкретно... В смысле возраст? Возраст, да. Пенсионер более старшее поклонение. От студентов до пенсионеров. Студенты в основном приходят с целью заработать. А пенсионеры что, с целью потратить, что ли? Сохранить. Сохранить. Прежде всего сохранить. Это самые дисциплинированные клиенты. Они просчитывают все свои ходы на год вперед и, как правило, добиваются очень хорошего результата. А они, ну, вот ввиду того, что они как раз и просчитывают на годы вперед, они самые придирчивые? И дисциплинированные. Но как? Удается все-таки какой-то подход найти, чтобы удовлетворить? Конечно, безусловно. Есть очень консервативные инструменты, которые приносят ежегодную прибыль выше, чем банковский депозит, и при схожих условиях надежности. Ну, а кого все-таки больше? Молодежи или более старшего покорения? Тут нельзя, да? Одинаково. Ровно, одинаково, да. Ну, это, в принципе, хорошие показатели, согласитесь. Если наверняка еще лет 10-15 назад, ну, было очень мало людей, кто вообще хотел заниматься финансами, как-то ими управлять. Ну, я вам скажу так, среди моих клиентов есть и студенты, и люди зрелого возраста от 30, также есть большое количество пенсионеров. А скажите мне, пожалуйста, а вы свои сбережения инвестируете во что-то? Я инвестирую с 2008 года, очень активно и в разных направлениях. Тогда не так. А где та машина, тот дом, который вы должны заработать с АК-кадалом? На машине я приехал, дома. А, то есть уже это все есть? Конечно, конечно. Вы женаты? Дважды. Слушайте, а вот это к инвестициям вот никак не относится. Замечательно. Ну, и все-таки, возвращаясь к теме, о котором мы говорим, да, финансовая грамотность. Это величина постоянная? Один раз научился и все, или нужно? Ну, скажем так, если базовые знания, они неизменные, то ситуационно рынок, фондовый рынок постоянно меняется, и знания необходимо освежать. Ну, просто чтобы держать руку на пульсе, да, чтобы понимать, что происходит вот на этом фундаменте. Все время выходят новые финансовые инструменты, ситуация постоянно меняется, как на финансовом рынке, так и в целом. Поэтому рука на пульсе должна быть постоянно. Ну, то есть человеку нужно, каким образом он может это сделать? Просто следя за тем, что происходит, ну, в интернете, или же все-таки есть, может быть, какая-то, я не знаю, подборка материала, вы что-то клиенту, да, ну, предоставляете? Конечно, на сайте Финам есть блок специализированной информации, там вы получите аналитику как для новичков, так и для искушенных профессионалов. Приглашаю, кстати, пользоваться нашим сайтом, очень удобно. У него только 100 рублей, не зовите его, больше он вложить ничего не может. Я просто точно знаю, сколько у него в кармане сейчас. Мы работаем на будущее. Это правильно. Вот когда человек инвестирует, во что-то вкладывает, это правильно, во что-то вкладывает деньги, да? И он хочет получить быстрый результат. Вы учите его именно быстрому результату или все-таки долгосрочные проекты? Мы рассчитываем больше на долгосрочные проекты. Быстрый результат подразумевает под собой определенный риск. Мы же… То есть он не всегда может получиться, быстрый результат? То есть вот так, да? Ну, быстрый результат всегда опасен и рискован. Поэтому мы предлагаем… Но кто не рискует, тот не пьешь обманского. А с чем сейчас больше всего связан риск? С вложением именно в иностранную валюту, когда играют на курсовой разнице, или с чем-то еще? Где больше риска? Курсовой разнице сама по себе подразумевает риск. То есть вы ставите в какую-то сторону и в зависимости от результата получаете либо убыток, либо прибыль. Мы предлагаем более консервативные инвестиции. Это вложение в облигации, в акции, процентный доход, дивидендный. Но если вы, как наш клиент, захотите рискнуть, пожалуйста. Инвестировать где интереснее? В нашей стране или за рубежом? Я специализируюсь на российском фондовом рынке. Ну, патриот нашей страны. Я умею считать деньги. Какой молодец. Ставка в России 7,5%, в США 2%. Вы знаете, я тут тоже могу посчитать. Пять ступенек разницы – это много. Да, да. И вложение в наши бумаги приносит большие доходы. Ну вот я хотел бы возвратиться к процессу обучения все-таки. Когда приходит человек, у которого, ну скажем так, мягко говоря, отсутствуют базовые знания, какие бы то ни было, вот ноль просто. Это я пришла. Алексей, это я пришла. Ну, разометь, не я это сейчас сказал. Приходит человек с абсолютно нольными знаниями. Вы как-то, прежде чем начать занятие, оцениваете его, вообще способен ли человек воспринять эту информацию? Конечно, у нас профессиональный преподаватель, который занимается, как я уже уточнил, с 2001 года. Он оценивает базовые знания и даёт свой базовый курс. Курс состоит из 10 занятий. Это 5 занятий теории, 5 занятий практики. Если какая-то из ваших, какая-то из тем не усвоена до конца, он проведёт с вами ещё несколько индивидуальных занятий. А вот раз уж вы сказали, что 5 занятий теории, 5 практика, ну, теория примерно понятна, да? Это в формате лекций каких-то, занятий интерактивно. А вот практика что из себя представляет? Учим работать с торговыми программами, смотреть заявки на покупку, на продажу, отслеживать котировки, смотреть процентные доходы. Приглашаем, приходите, посмотрите. Я надеюсь, что все сегодня поняли, что финансы – это вещь важная. И пускать на самотёк этот вопрос совершенно не надо, а надо изучать вопросы финансов и ими управлять. У нас был в гостях Александр Зубец. Спасибо вам огромное. Доброе утро и прекрасного настроения. Продолжайте смотреть программу «Утро». Донские пенсионеры смогут принять участие в конкурсе под названием «Поединок хоров». Вот так. На сцене Ростовского парка имени Максима Горького 22 сентября пройдут поединки хоров среди донских пенсионеров. Об этом сегодня рассказали в Управлении информационной политики правительства Ростовской области. Это мероприятие проводят в честь 150-летия со дня рождения Максима Горького. Победители этого конкурса поедут в Сергиев Посад представлять регион на федеральном уровне. Конкурс пройдет в несколько этапов. Первый этап – это исполнение двух произведений. Первое – это песня родного края или визитная карточка хора-ансамбля. И второе – популярная песня советских и российских композиторов. Это очень интересный вариант. Это очень интересно, да. И второй этап – это исполнение песни советских композиторов, внимания, посвященных теме комсомолу. Классно. Не останусь комсомолом, буду вечно молодым. Вот, да. Советскому спорту и освоению целины. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. А третье что? А третье – освоение целины. Ой, освоение целины. Ой, ой, ой. Я не знаю такой песни. Вот, да. Затем конкурсанты будут соревноваться попарно в номинациях «Вокальные ансамбли» и «Хоровые коллективы». Уточняется, что участникам нужно до 18 сентября предоставить в Оргкомитет заявку по электронной почте, подписанную полномоченным лицом от администрации районов и городов области или местным отделением Союза пенсионеров в России. Вообще хорошая идея. Идея хорошая. И поедут они в маленький, красивый город Сергеев Посад, который когда-то в советские времена назывался город Загорск. И, между прочим, там находится Сергиева Лавра, и она считается сердцем православной Руси. Вот они куда поют. Да, но все равно очень хороший конкурс на самом деле, потому что был такой телевизионный конкурс «Битва хоров». Но там были все-таки более молодые люди. А тут, что очень важно, пенсионеры. Во-первых, они знают много песен про советские времена, я в этом больше, чем уверена. Во-вторых, они тоже кому-то нужны, у них есть дело, они поют. Они умеют быстро реагировать на команду «Песню запевай». Конечно. И вообще, они очень люди организованные, подготовленные. Они своим хором кого хочешь задавят. Да, и говорят они хорошо по-русски. О, они говорят хорошо по-русски, хотя на Дону иногда встречаются такие вот, как говорят, гутарят на Дону, да? Есть какие-то странные слова. Сегодня, конечно, понедельник, и наша традиционная рубрика «Чисто по-русски». В этой рубрике у нас сегодня особый вопрос, но ответ на него размыт современной реальности. Итак, друзья, я рассказываю, вы записываете, и мы все вместе говорим «Чисто» и по-русски. Вы с маленькой буквы или вы с большой буквы? Как правильно при написании обращаться к человеку, к которому надо обратиться на «вы», но непонятно с большой или с маленькой буквы? В последнее время распространилось мнение, что обращаться к собеседнику с большой буквы – дурной тон, потому как в этом обращении якобы прослеживается что-то лакейское и подобострастное. Категорически я с этим не согласна. Впрочем, все словари меня поддерживают. «Вы» с большой буквы и «ваш» с большой буквы. И вот что говорят эти словари. Написание обращения «вы» с большой буквы никто не отменял. Писать «вы» и «ваш» надо с большой буквы при обращении к одному лицу в официальных бумагах и в личных письмах, что говорит об уважении к человеку и о вашем образовании. А вот с маленькой буквы «вы» и «ваш», если же речь идет об обращении к нескольким людям, к группе людей, то это местоимение тогда следует писать с маленькой буквы. Например, «С добрым утром вас, ростовчане!» Надеюсь, мы помогли разобраться вам в этой ситуации. Будьте грамотными и говорите чисто и по-русски. Ну вот все-таки правильно. Если мы научимся все говорить идеально, чисто по-русски, тогда и жить будет лучше и комфортнее. Алексей, понимаешь, мне очень не нравится, как нынешняя молодежь, переписываясь в смс-сообщениях, в социальных сетях, они пренебрегают всеми правилами русского языка. Всеми, какими только можно. И при этом, оперируя с довольно странным аргументом, ну ты же понял, что я хотел сказать. А, они еще оперируют другим. Они говорят, что сейчас, если посмотреть в интернете о правописании или произношении слова, интернет допускает и то, и другое. Да. Категорически не согласны. Ну вот, чтобы научиться, если мы научимся все-таки чисто говорить по-русски, тогда и жить, правда, будет комфортнее и лучше, да еще и способствует это тому, что на Дону проект формирования комфортной городской среды предложили продлить аж до 2030 года. С этим предложением выступил губернатор нашей области Василий Голубев. Напомню, что сейчас этот проект рассчитан лишь до 2022 года. За это время программа, ну, понятное дело, не успеет охватить все объекты. На данный момент благоустройство требует 6, почти 7 тысяч дворов и 680 общественных территорий. И в связи с этим глава региона выступил с предложением продлить вот этот проект до 2030 года. И за то время, пока этот проект будет реализовываться, он уже показал свою эффективность и нашел отклик среди населения. В этом году проект начали реализовывать в апреле. К началу сентября проект был реализован почти на 95%. Работы полностью завершены по трем общественным пространствам и одному двору. Это сквер Коневоксай, центральная площадь в Матвеевом Кургане, сквер Западный и двор в Таганроге. Близки к финальным стадиям еще 6 дворовых территорий и 4 парка. И я думаю, что дополнит вот эту информацию... Вот эту картину всю. Картину, да. Открытие исторического парка-музея в середине октября. Причем называться он будет «Россия. Моя история». Он откроет свои двери для первых посетителей, как я уже сказал, в середине октября. Об этом сообщает глава администрации Ростова Виталий Кушнарев. По его словам, сейчас уже идет монтаж оборудования. Строительная часть работ была завершена на 100% еще к 1 сентября, как мы и планировали. Сейчас проходит установка интерактивного оборудования. Музей будет интерактивный, там не будет каких-то экспонатов и так далее. Это все будет интерактивно на экранах. Я поняла. То есть ты приходишь в музей, там вот стоят огромные экраны, ты все это нажимаешь, оно двигается, показывает тебе. Ну, не знаю. Я, наверное, от жизни отстаю немножко. И также поясняет городоначальник о том, что мы определили, что в октябре завершится монтаж оборудования и парк будет введен в эксплуатацию. При этом, по словам городоначальника, наш проект будет одним из лучших в России. А пока будет осуществляться монтаж оборудования, власти займутся благоустройством прилегающей территории. Напомню, что музей начали строить в Ростове-на-Дону зимой прошлого года. Разместился парк в парке имени Островского. И на строительство были выделены деньги из областного и городского бюджетов. А я еще хочу, Алексей, напомнить, что идет реконструкция Санбельских высот. И, кстати... Да, вот. Да, там тоже уже продвигается и много денег туда выделено. Будет очень интересно. Мы как-то рассказывали, показывали план, что там будет и музей, и огромная территория. Ну, все-таки это история, историю важно знать. Да, историю надо знать, историю важно знать. И можно даже историю Ростовской области и Ростова как-то поконкретнее изучать. А для этого есть наша рубрика «День в истории». Я напомню, что сегодня 17 сентября 2018 года. Что было интересного в этот день в разные годы в Ростове и области? Прямо сейчас. 17 сентября 1916 года открыт Ростовский на Дону городской женский медицинский институт. Он создавался профессорами и преподавателями переведенного в Ростов Варшавского университета. Во втором семестре был закрыт для слияния с Донским государственным университетом. 17 сентября 1917 года намечена эвакуация в Ростов из Петрограда нескольких отделов Министерства финансов, Главного управления железных дорог, Отдела шоссейных дорог, Правления общества Владикавказской железной дороги, Главного управления по квартирному довольствию войск, Военно-технического артиллерийского учебного заведения, Военно-юридической академии и прочих. Ряд реквизиционных комиссий уже приступили к работе, подыскивая соответствующие помещения. 17 сентября 2015 года энергоблок номер 3 Ростовской атомной электростанции принят в промышленную эксплуатацию и начал выработку электроэнергии досрочно на 2 месяца раньше планового срока. Вот все-таки, я не знаю, зря понедельник так все не любят. И считают тяжелым днем. Посмотрите, сколько сегодня хороших новостей мы преподнесли с утра. Как будет облагораживаться наш город, сколько конкурсов творческих будет проходить. Нет, я все-таки думаю, что понедельник – это прекрасный день недели, означающий, что у нас еще целых 5. Даже какой 5? 7 дней, включая выходных, для того, чтобы насладиться жизнью, побыть в прекрасном настроении. А вообще, Алексей, я считаю, что все зависит от человека. И если вы просыпаетесь в прекрасном настроении, если вы настраиваете себя позитивно, если вы каждое утро включаете телеканал «Дон-24», ну это ли не счастье в жизни? Идите по этой жизни, получайте наслаждение здесь и сейчас. И тогда, как сказал сегодня Алексей, будет вам счастье. Да, и будет вам счастье, да. А еще, друзья, готовьте вместе с нами завтраки, делайте спортивные упражнения и вообще просто дружите с нами, потому что мы вас очень любим и стараемся донести до вас все самое интересное и свежее. Кстати, вы, если не успели, то всегда можете зайти на наш сайт don24.ru и пересмотреть нашу программу. Обязательно читайте нашу газету «Молот», там тоже много всего интересного. Заходите на наш сайт www.don24.ru, там всегда все самое свежее и интересное, помимо выпусков нашей программы, которую вы можете в любой момент посмотреть. В общем, всегда все самое интересное и замечательное. Хорошего вам настроения и доброго утра. Одежда ведущим предоставлена фирменным салоном авторских платьев Ольги Гринюк.